90% школ республики обеспечены горячим питанием. К такому выводу пришли в ходе совещания в правительстве региона. Обсуждение организации питания для школьников состоялось под руководством главы Дагестана. По его словам, учитывая расширившееся меню, решается вопрос об увеличении численности персонала пищеблоков. Это в какой-то мере будет способствовать решению проблемы с созданием новых рабочих мест. Я тоже был 1 сентября на открытии школы нашей, корпуса школы. Очень приятно, конечно. Большое дело сделано. 3,5 тысячи учащихся. И только на 300 человек их стало больше. Школа давно, с хорошей традицией. Очень хорошая школа. Но в разговоре с работниками пищеблока, казалось бы, 3,5 тысячи детей. Всего 300 добавилось. Они ведь не справляются. Почему? Потому что, если раньше цена питания была незначительной, сейчас она увеличилась в разы. Присутствовавшая на совещании замминистра просвещения России Екатерина Толстикова отметила, что на момент принятия решения по субсидиям не были готовы к организации горячего питания 604 дагестанские школы. Сейчас, по данному Роспотребнадзора Республики, это количество уменьшилось до 150. Таким образом, доля охвата общеобразовательных учреждений горячим питанием составляет сегодня 90%. Мне представляется чрезвычайно важным организовать работу здесь, в Дагестане, предметно, по каждой из 150 школ, какие конкретно недоработки есть. Потому что, если мы устранили нарушение в 450 школах, наверное, в 150 тоже можно проанализировать. Мы с Николаем Николаевичем Павловым об этом переговорили. Коллеги сейчас подготовят такую информацию. То есть, по каждой из 150 школ будет конкретный список недостатков, которые нужно устранить. Первый вице-премьер Республики Анатолий Карибов сообщил об уже выпущенном распоряжении правительства по обеспечению горячим питанием детей-инвалидов, проходящих обучение на дому. Все они будут получать денежную компенсацию на горячее двухразовое питание.